Что для России значит языковое разделение на «ты» и «вы» при обращении к конкретному лицу? Прелестное усложнение, этикетность. Я вообще люблю всё сложное. Разделение на «ты» и «вы» мне кажется правильным, потому что это устанавливает градации близости. Пустое «вы» сердечном «ты» — грех, конечно, не сказать о 220-летии Пушкина, но думаю, что любовь к Пушкину не нуждается в юбилейных поводах. Так вот, пустое «вы» сердечном «ты» она обмолвить заменила, это необходимая градация в отношениях. Надо перейти этот рубеж, переходя на «ты», особенно с женщиной, мы всегда... Или особенно переходя на «вы» с женщиной. Это мы всегда как-то усложняем и пленительно, так сказать, разнообразим жизнь. Видите ли, интимность вот эта подчёркнутая, она возможна только там, где есть разделение на «ты» и «вы». А у меня есть вообще такая любопытная градация, что с женщиной проходишь три этапа. Сначала на «вы», потом на «ты» и, наконец, на «мы», когда вы уже не говорите друг о друге отдельно. Для меня это тоже очень важная вещь. Обращайтесь ли вы к ученикам на «вы»? К некоторым – да, а к некоторым – нет. Те, чью самооценку надо повысить и чьё отношение к себе надо улучшить, к тем – на «вы». К грубым и сознательно наглым тоже – на «вы», чтобы они соблюдали некоторую культуру общения. Увидел я… Увидел я… КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ